Но сейчас архитекторы. Архитекторы. И каждый раз в сообществе Союза Архитекторов России, в сообществе архитекторов, мы говорим о какой-то определенной специализации. У нас уже были и бизнес-центры, у нас было строительство школ. А сегодня, друзья мои, в связи с проведением выставки Бьюл Скул, то есть строим школу 2018, мы поговорим о... Ясельках. Ясельках. То есть то, с чего все начинается. Все наше образование, наше будущее – это ясли. И у нас в студии уже наши уважаемые гости, эксперты. Владимир Золотаревский, заместитель и руководитель проекта «Лайф. Ботанический сад». Здравствуйте. Здравствуйте. Имя Марина Бетянова, кандидат психологических наук, директор центра «Точка Пси». Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как сказать, это такая большая наука такая, построить спальню, ясли, вот что такого. Вот мы, помнится, в детском саду сами вытаскивали раскладушку в свою игровую комнату и... Это был такой... Кошмар! Лего, построй сам. Да. Себе. Что же изменилось с тех времен, Владимир? Ну, изменилось все достаточно сильно. Сейчас это все очень находится под таким сильным контролем надзорных органов наших. Очень сильно следят пристально за здоровьем наших детишек. И все очень непросто, могу сказать. Ну, подождите, что, есть какие-то новые строительные нормы и правила? Конечно, конечно. Есть санпины, есть государственные нормативы. Это что-то свежее или это еще с советских времен все тянется? Ну, это все тянется с советских времен, но все перерабатывается, добавляется, да, из года в год и совершенствуется. Поэтому, конечно, ну, жизнь не стоит на месте, скажем так, в этом плане. — Скажите, пожалуйста, ну, давайте тогда немножко для тех, кто к нам только что присоединился, что такое выставка «Beauty School 2018», каково ее значение для нас и чего от нее ждать, пожалуйста? — Ну, собственно, это выставка представляет из себя, ну, передовые, скажем так, технологии в плане образования, да, то есть передовые школы со всей страны, скажем так, топовые лучшие школы со всей страны, это как на основе проектирования, да, то есть школы, которые только планируются к реализации, так уже построены и реализованные проекты. То есть это то, что инновации, скажем так, да, на стадии проектирования и те вещи, которые школы и застройщики по всей России могут перенять, на основе чего-то поучиться и реализовать в своих уже последующих проектах. Это, собственно, наша школа, да, которую мы уже реализовали и построили сейчас в рамках проекта «Лайф-ботанический сад» группы компании «Пионер» в районе Свиблова. — А что это такое вообще «Лайф-проект», «Лайф-ботанический сад»? — Да, это очень большой жилой комплекс, застройщик группы компании «Пионер», и как раз пятая очередь строительства, это вот большой совмещенный детский сад и школа в одном здании, это как раз является в том числе инновацией, потому что таких проектов очень мало. Школа и детский сад в одном здании строятся крайне редко, поскольку крайне разные нормы проектирования в том числе. Ну вот мы это сделали. — А как удалось это все совместить, потому что и зачем вообще это нужно? Всегда это были отдельные здания какие-то, и они не пересекались, потому что уж очень разные эти возрастные группы. — Это сделано в первую очередь для эргономики, то есть процесс построен таким образом, что детишки с полутора лет до окончания школы, в нашем случае до 12 класса, поскольку у нас международное образование английское, у нас 12 классов, детишки с полутора лет до 18 лет могут учиться беспрерывно и переходить всю жизнь. — Отдали и через 12 лет забрали. — Настоящий родной дом. — Да. — По сути? — Давай, Марине. — Да, да. — Массово вопросов. — Я как раз хотела, да, Марине, задать вопрос. Скажите, пожалуйста, вот 12 лет обучения даже получается больше, 12 это только школа, там если еще детский садик, значит, это еще плюс 3 года где-то. А ребенку не тяжело столько времени находиться в процессе обучения практически постоянно, там, с перерывом? — В одних и тех же, да. — Ну, наверное, именно в одних и тех же стенах, да, имеется в виду? — Да, 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 потому что, да. — Ну, вот однозначного ответа нет. Вроде так вот кажется по первому размышлению, но хотелось бы какой-то смены перехода, да. Но, с другой стороны, современная школа устроена настолько разумно, что там очень много пространства мобильных, трансформируемых, причем их трансформация зависит от самих детей. Сегодня вот у нас там будут парты, завтра у нас там будут пуфы, сегодня у нас там театральная постановка, завтра мы там лекцию слушаем. И вот эта возможность самим определять, чем насыщать пространство, большие, светлые, наполненные воздухом, разнообразные, она, в общем, ну, снимает вот эту усталость или привычку. — Марина, скажите, а вот этот термин, который лично я увидел впервые, так сказать, children friendly, вот, во-первых, традиционная наша застройка, традиционно наши детские сады, которые мы, в общем-то, и мы когда-то ходили, они что, не являются children friendly? И вообще, вот, как далеки вообще обычные московские микрорайоны от того, чтобы получить это... — Быть просто friendly. — Это статус. — Высокое звание, да. — Ну, будем считать, что в одном шаге. — Хорошо, но настолько великий этот шаг. — Очень аккуратно. — Шаг большой, знаете, была такая детская игра, там, гигантские шаги или липутские шаги. — На шпагат надо сесть, наверное, чтобы сделать. — Шаг, конечно, ещё очень большой, причём этот шаг надо совершить как в головах взрослых, так и потом уже непосредственно вот превратить его в клаваны, стены и... — Ну, вот у нас сейчас меняются очень, ну, вот я начну с простого, детские площадки во дворах и так далее, то есть раньше качели, песочница и качели вот такие, и всё, в сущности. Сейчас это вот чуть ли не мало архитектурные формы, которым, кстати, ещё там предъявляется куча каких-то требований, а это не излишне всё. — Ребёнок же и с палкой может играться, и даже лучше. — Знаете, тут где-то в интернете увидел замечательный совершенно материал про пять лучших игрушек всех времён и народов. Вот, может быть, что-то забуду, но это палка, верёвка, лужи грязи. — Другой ребёнок. — Нет-нет-нет, там только предметы, камешек, ну, ещё что-то. В общем, на самом деле, конечно, когда я смотрю на эти роскошные пластиковые цветные небоскрёбы, в которые превращаются детские площадки наши, у меня есть определённые сомнения, что вообще их построили именно для детей. Потому что вообще ребёнку очень нравятся природные объекты. Если вы на площадке сделаете небольшое возвышение, не знаю, там, холмик... — Вот как раз наш объект показывает сейчас, да, наши как раз игровые комплексы, наши площадки, да? — Вот-вот-вот, расскажите, сейчас Марина закончит, Владимир будет защищать свою площадку. — Там, я надеюсь, появятся и те референсы, которые я подготовила, совсем другого характера как раз, на картинках, где, в общем, видно, что детям иногда гораздо комфортнее в большой песочнице, рядом с небольшим холмиком, где будет норка, будет лисенка. — А ваши референсы, извините, это вот у нас есть ролики здесь. — Ну, давай чуть-чуть позже к этому. — Нет, ну, пока рассказ, так давайте и покажем, да, если, если говорить о комфорте, давайте шестой ролик, пожалуйста. — А вы прокомментируйте, да, пожалуйста. — Продавайте. — Это ваше референсы? Это оно? — Ух ты, вот это вот простая форма очередной. — Это, конечно, не про то, речь. Это скорее про... — Это дизайн помещений, да. — Это дизайн помещений, да, и изыски взрослых, которые создают эти помещения для детей. — Слушайте, ну это очень круто. — Ничего себе! — Можно на этом кадре остановиться? — Да, нельзя. Они у нас движутся. — Да, понятно. Но вот тот кадр очень любопытен. Это фантазия взрослых на тему традиционной школы. То есть, с одной стороны, всё потрясающе, всё очень красиво и дизайнерски изысканно, а с другой стороны, воспроизведена классическая фронтальная ситуация. Дети лицом к учителю от чего-то внимают. К сожалению, не всегда мы, наши архитекторы, наши дизайнеры, создавая уникальные такие, на первый взгляд, объекты для детей, на самом деле ориентируются на сегодняшний день и задачи сегодняшнего образования. — Владимир, ну вот сейчас пришло время, да, защищаться некоторым образом, потому что такие красивые. Вы старались, рисовали, и вдруг приходит психолог и немножечко так ткачает голову. — Я не хотел бы, это не особо защита, да, в принципе, всё сказано правильно, но вот эти игровые комплексы, игровые приспособления, вот эти все площадки, они очень жёстко нормируются. То есть, там, вплоть до наклона любой стойки, там, расстояние от земли до края какой-то площадки и так далее. — А покажите третий ролик, пожалуйста, как раз. — Там до миллиметра всё нормируется. То есть, назорными органами, которые выдают лицензии на образовательную деятельность, эти все вещи, они замеряются. И, на самом деле, какого-то своеволия, назовём это так, да, и какой-то вещи, которая, может быть, опасна для людей, она просто недопустима, да. — Ну, хорошо, но... — Все эти вещи, они не только красивые, там, может быть, изысканные, вычурные и так далее, но они ещё и абсолютно безопасные. — Ну, скажите, пожалуйста, ну вот, как сказать, не перегибаем ли мы палку? Потому что, ну, всё-таки, ребёнку хорошо бы и на дерево залезть, теоретически. — Ты имеешь в виду натуральное что-то? — Натуральное дерево, да. — Камни, деревья. — Ненормированные. — Пауки, пещеры. — Да-да-да, и в песке, и в земле поковыряться. А этой возможности нет. — Нет, смотрите, на нашем комплексе в игровых есть и те самые песочницы, да, старые добрые, о которых вы упоминали, и они присутствуют. Есть какие-то формочки, где они могут такие, там, куличики полепить, всё это присутствует. Но есть... — А секретик закопать уже негде, понимаете, в чём? — Есть, есть, не переживайте, приезжайте и убедитесь. — Ну, просто не переживайте. — Я закопаю тогда. — Да, но есть там какие-то новомодные тарзанки, лазилки и такие более современные агрегаты. — Супербезопасное покрытие наверняка. — Ну, естественно, да, прорезиненное покрытие абсолютно безопасно для падений, каких-то там, не дай бог, там, столкновений и так далее. — А скажите, ну, в принципе, насколько архитектор, он находится в границах вот этих всех норм по безопасности, там ведь вообще какие нормы существуют, вообще в чём вас ограничивают, кроме высоты, там, ступенек и наклона стоек, да? — Огромное количество, огромное количество нормативов, и не в укор нашим законодательным органам, назовём это так. Огромное количество нормативов, и, как правило, они все логичны и здравомыслящие. — Логичны. То есть вы как бы не сопротивляете, вы их принимаете, но... — Да, принимаю. — Нет, ну, начнем с того, что... — А вот это что? — Это не ко мне вопрос. — Это Марина. — Марина расскажет потом. — Да, пожалуйста, Владимир. — Да, я хотел сказать, что отправной точкой для любого проектирования и для любого общеобразовательного учреждения, будь то ядсо-детский сад или школа, является техническое, технологическое задание, которое пишет профессиональный грамотный оператор образовательного процесса. И это техническое задание, если это школа муниципальная, она согласовывается с департаментом образования. То есть какого-либо там откровенного бреда или что-то опасного, непродуманного. — Но, подождите, насчёт бреда, у вас там психолог принимает участие непосредственно в разработке дизайна? Потому что я пока слышу про эргономику, что всё было удобно, что было безопасно. — Но, с точки зрения, как это на мозг вообще влияет, это развивает, успокаивает, это возбуждает. — Вы имеете в виду буйство красок и... — Нет, не обязательно. Сочетание, как дети сидят, сколько они сидят. — Да, насколько всё это социальную среду... — Вы знаете, вот именно очень важный вопрос поднимаете. Вот сейчас пока очень редко психологи, так называемые, занимаются или как бы включаются в разработку этого ТЗ. А ведь появляется сейчас новая такая профессия, мы пока себя называем специалистами в образовательном дизайне архитектурных и дизайнерских решений. — Это официальная компетенция? — Нет, это только зарождающаяся... Ну, что значит официально? Она существует, эта компетенция, она очень важна. То есть мы такие функциональные заказчики сегодня, которые объясняют, что нужно для того, чтобы случилось образование в этих стенах. Чтобы здесь состоялся нормальный, современный, интересный образовательный процесс. — Ну а где вот архитектору взять такого психолога? Как вообще осуществить? — Приходите на Build School, нас там будет несколько, можно будет с нами поговорить. — Хорошо, и к вам в Центр.Пси, да? — И к нам в Центр.Пси. — Хорошо, да, я очень давно рвусь задать вопрос, вы меня всё время перебиваете. Скажите, пожалуйста, если вернуться к площадкам, вот они сейчас такие модернизированные, яркие, красивые, а это никак не влияет на детей, может быть, они становятся более инфантильными, как-то медленнее взрослеют, потому что упал, не поцарапался, дерева нет, камней нет, ничего нет, ты вот такой гуляешь по этой идеальной площадке. — В лес пришёл, а там не оранжево, не красное. — А там не оранжево, да, там всё зелёное. — А оно там всё зелёное, с оттенками, эти оттенки ещё надо разглядеть, да, если ты привык к ярким краскам. Знаете, ну, вопрос безопасности, он прям такой непростой, и понятно, что... — О, как классно. — Вот, это вот про те референсы, которые я говорила. — Вот это моё, естественно. — А вот такие площадки, чем они меня смущают? Отсутствием креатива и отсутствием какой-то идеи. Там очень трудно организовать какую-то интересную ролевую игру, там трудно развернуть какое-то интересное общение, потому что, ну, по сути дела, создатели площадки всё за тебя придумали. Вот тут ты лазишь, вот тут ты ходишь, вот тут ты скачешь, и от тебя, как человека творческого, ничего не зависит. — Владимир, что скажете? — На самом деле, я не могу сказать, что вот площадки, они абсолютно идеально безопасны, то есть там есть элементы, ну, если брать там нашу, например, конкретно площадку, там есть какие-то элементы там и ландшафтного дизайна, и какие-то камушки, которые там дети могут без проблем найти им применение в каких-то своих активных играх, то есть... — А, то есть, если надо... — Достаточно немного подумать. — Я могу сказать, да, ребёнок найдёт и опасное, и безопасное развлечение, тут сомнений нет. — А вот может быть такое чисто теоретическое, вот действительно то, что вот в видео, которое Марина представила, вот там камни, брёвна, кирпичи, вот может такое представить, что вот на какой-то детской площадке будет создано, вот как раз вот из камней, брёвен, кирпичей, насыпанных кучей песка и деревьев? — Есть такие площадки, вот в этом году был... — Они, наверное, подпольные, потому что... — А где, где, где? — Я сейчас скажу, был замечательный конкурс, национальная премия финской компании Мартала, образовательных учреждений, ну, там были детские площадки, библиотеки, школы и так далее. Вот победитель площадка в Казани... — А, Казани, я думал, надо в Финляндию будет ехать. — Не-не-не, Казань, который называется то ли волшебный лес, то ли зачарованный лес, я вот сейчас не помню, какой-то лес. Вот там всё из брёвен, там очень много просто песка, там очень много того, из чего нужно создавать себе игру. — Да вообще самое лучшее место для игр — это стройплощадка, там всё уже есть. — Ну, вот это уж точно не безопасно. — Лесоповалый. — Как бы играл в последний раз, так и всё. — Не, ну, надо же находить сочетание безопасности. — Согласна. Давайте с площадки внутрь, в помещение. Вопрос к Владимиру. А, в принципе, вот отношение ваше к помещениям трансформенные. Я понимаю, что для архитектора это интересная такая задача, чтобы помещение могло быть и так, и эдак, но в сущности, в конце концов, ну, школа, она неким образом дисциплинирует, она некий... Это мои представления. Она неким образом формализует и строит человека, а тут вот всё как-то вот неопределённое. То это зал, то это класс, то это что, то это спальня, то ещё что-то. — Я не понял, где я. — Да, я не понял, где я. То есть школа превращается неизвестно во что. — Если брать конкретно наш объект, наш проект... — Например? — У нас реализовано это только лишь в детских игровых ячейках, да, то есть комнаты-трансформеры попали в точку. Мы разделили детскую дошкольную игровую комнату, ячейку, на две зоны. Это комната, где детишки играют и комната, где детишки отдыхают. Вот там мобильная трансформированная перегородка, где дети, соответственно, играют, принимают... — А покажите, пожалуйста, второй ролик, как раз игровые пространства. — Да, ну, собственно, я... — Как много места. — Да, вот как раз в этом помещении, например, да, как раз есть мобильная перегородка, и она разделяет на игровую, где дети могут заниматься музыкой, чем-то ещё, и, соответственно, где они могут более спокойными делами заниматься, там, приличие отдохнуть, например, там, да, и как-то расслабиться. — Слушайте, а что значит приличие отдохнуть? Приличие отдохнуть — это типа маленькой детской такой казармой, я думаю. — Да, это может быть аналог тихого часа, или, может быть, там, порисовать, почитать. А где-то они могут, грубо говоря, побеситься, поплясать, там, музыкой позаниматься. — Марина, а ваше отношение к спальне? — Да, как психолог, скажите, пожалуйста, ведь если дети, там, в яслях, то вопрос с личным пространством, которое мы все уже, уже оскомина сейчас в последнее время, модно говорить, что должно быть личное пространство у взрослого, у ребёнка и так далее. Здесь что, где оно, что это? Как бы? — В детском саду, конечно, с личным пространством, в любом, так сказать, насыщенном детьми месте, совсем непросто. — Мы понимаем, как это влияет на психику, вот такая история. — Что именно? То, что дети спят... — У них нет личного пространства, получается, они постоянно в социальной среде какой-то варятся в общем. — Медоров, ты так же рос, вот ты... — Нет, Царехов. — А, я так же рос. — Я рос на стройплощадке, у меня было там... — Личное пространство, оно совершенно не обязательно должно быть многометровое. Чем меньше ребёнок, вообще-то, тем меньше у него потребность в большом личном пространстве. Если он имеет возможность посидеть один на ковре, там, не знаю, на расстоянии 50 сантиметров от него никого нет некоторое время, это вполне можно считаться личным пространством. Ему не нужен отдельный кабинет. — Как удобно. — Хорошо. — Но вы спросили про спальню. — Да. — Да, я считаю, что не нужны отдельные спальни в детском саду. — Я затрансформирую моё помещение, вот как раз вот за эти всякие кубики-рубики, где всё складывается, всё убирается. Вы вспоминали своё детство с раскладушкой? — Да, мы их таскались там. — Просто сейчас другого вида раскладушки. Это такие очень элегантные приспособления, которые... — Раскладушечки. — Да, душечки, которые ты вытаскиваешь, укладываешь, там собираешь и убираешь, и это гораздо лучше. — У меня в деревянском садике была обычная кровать. Её нельзя было сложить. — Да, она была маленькая, старенькая, деревянненькая. — Одно время хорошие сады были те сады, в которых есть отдельная спальня. Теперь я считаю, хороший сад — это там, где нет спальни, где есть единое трансформируемое пространство. — Хорошо. — Владимир, ну вот детские сады всё-таки это такая бюджетная тема, и в принципе, как сказать, не всегда там денег хватает на красоту. А вот насколько действительно, ну, по вашим сведениям, это всё может быть реализовано? Я понимаю, что там, если это большая строительная компания, комплекс и так далее, они стараются. А вот просто вот детский садик типовой, и всё, о чём мы говорим, и там трансформировано пространство, и красивые площадки, всё это идёт по боку, потому что, типа, денег нет. Вот как быть в этой ситуации? — Ну, я, наверное, вас порадую, да, скорее, но в Москве есть определённый бюджет на ребёнка, я имею в виду на дошкалёнку, да, и есть определённый бюджет на учащегося средней школы. И он очень немаленький, я вас уверяю, я просто не хочу сейчас абсолютную цифру называть, да? — Да, было бы интересно. — Было бы интересно, но тем не менее. И поверьте мне, они не намного меньше, если вообще меньше, чем те суммы, которые частные инвесторы тратят на это. То есть и Москва заботится об этом, и вполне хватает денег на те самые трансформированные пространства и на приличное совершенно оснащение. — На ваш взгляд, и мнение Марины тоже сразу, насколько нужны вот всякие там изыски, там, верно, фонтаны, зимние сады, батуты, всякая вот эта вот красота такая. — Или всё-таки палки с камнями. — Или, может, сэкономить и что-нибудь другое есть, да? — Однозначно сэкономить. Вместо фонтана лучше сделать хорошую лужу, в которой можно с удовольствием, ну, понимаете, я... — Да-да-да, понимаю, да. — Да. Вместо какой-то безумной дорогой мебели лучше вот большую светлую комнату и простые стульчики и коврик. То есть думать надо о том, что там дети будут делать, а не так, как это будет выглядеть. — Владимир, а может быть, вы согласны? Потому что, ну, знаете, фонтан, пусть человек среди статуи растёт, у него будет вкус и так далее. — Эстетику. — Да и архитектору интереснее. — Статусность какая-то. — Нет, ну, всё это должно быть, в первую очередь, функционально. То есть есть, конечно, какие-то архитектурные излишества, да, абсолютно безумные. А есть вещи, которые, безусловно, и визуально, да, какое-то впечатление производят, но которые и функционально... — Ну, архитектурные, малые архитектурные формы, я не знаю, гномики стоящие посреди площадок. — Нет, мы к таким вещам не перебегаем, в своих проектах такое не используем. Мы за функциональность, может быть, конечно, за визуальную составляющую в том числе, но функциональность на первом месте. — А, хорошо. Марин, и вот это вот... — Марин, ты уже выходит о рехах. — Давай, главное спросить сейчас. — Ну, не главное, просто цифра, а электроника. Вот, знаете, дети всё равно сидят в гаджетах, а родители всё норовят им деревянные игрушки подсунуть. Вот как это всё можно объединить в рамках пребывания детей в яслях, в садах? Вот как быть с этой окаянной цифровизой? — Деревянные игрушки нужны обязательно, потому что... — А как их заставить играть в эти деревянные... — Ну, не надо их заставлять играть. Заставлять. Вы им дайте эти деревянные игрушки. — Берите планшеты. — Ну, да. А то, что цифра пришла в детский сад, это нормально. И некоторое количество занятий, каких-то развлекух через цифру, через интерактивную доску, через плазму вполне можно. Дети уже прекрасно водят ручками. — Знаете, мы тут на одном круглом столе рассказывали про ребёнка, который пытался, разглядывая что-то в окне, увеличить изображение. — Ну, да. Но вы знаете, в общем, это некоторое преувеличение. Дети книги любят, дети книги умеют читать или стать их, они их умеют. Не будем преувеличивать. — Владимир, а вот по вашему опыту, насколько всякая возможность широкополосного интернета закладывается? — Я не знаю, что там из гаджетов, Wi-Fi и прочих-прочих закладывается в проекты детских садов. — Сейчас без этого никак. И в том числе это относится и к безопасности. То есть у нас во всех групповых ячейках, и я имею в виду, что детского сада в групповых ячейках, и во всех учебных классах видеонаблюдение присутствует. Это всё без широкополосного интернета, без локальной сети неосуществимо. — То есть ребёнка уже кашем она не накормишь без, да? — Ну, к сожалению, сейчас по опыту родителей, которые отдают своих детей в детский сад и в школу, вопрос безопасности и пожарной безопасности в том числе на первом месте. То есть вопрос именно покрытия, вопрос, как они могут за ребёнком проследить, дистанционно, из дома, с мобильных устройств. — Эти дети уже, считайте, родились с интернетом в голове. Это для них уже абсолютно органичная среда. Не надо их лишать, придумать, когда её ввести. Она уже существует в их жизни. — А ты как? Играй в палку. — А я буду играть в деревянные игрушки, согласен. В моей игрушке палка, комок грязи, лужа, кирпич и мячик. — Скоро осень, и как раз твоё время. — Хорошо. Буду прыгать по лужам. — Спасибо вам большое. Владимир Золотаревский, заместитель руководителя проекта «Лайф. Ботанический сад». — И Марина Бетянова, кандидат психологических наук, директор центра «Точка.Пси». — Спасибо.